МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сумеречная зона. Березняковские автомобилисты жалуются на неосвещенные дороги. По последнему слову техники, березняковские спасатели получили в свое распоряжение новый автомобиль. Всем на зависть. В соседнем Александровске презентовали современный спорткомплекс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне вечером мне не посчастливилось прогуляться по городу. На улицах кромешная тьма. Фонари включают только в районе полдевятого вечера, а ведь темнеет уже после семи. Это новости на ТНТ. Здравствуйте, с вами Елена Вавилова. И мы начинаем. И действительно, время 20.15. Но единственное, что можно разглядеть в автомобильных джунглях, это стоп-фонари и сигналы светофора. Видео предоставил наш телезритель. Автомобилисты отмечают, все это создает напряженную ситуацию, особенно в районах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы. Людей во тьме на фоне мокрого асфальта не видно вовсе. Это минус огромный властям города Березняки, что дорога не освещена. Вы можете посмотреть туда. Там столбы фонарного освещения, они имеют свет. Здесь непосредственно, где переход, света никакого нет. В темное время суток, тем более это мокрая погода, это осень, увидеть человека, водителю, ну просто нереально. Из-за проблем с освещением на зебре два дня назад в Березняках молодая девушка сбила пешехода. Автомобилистка не разглядела мужчину в потемках. Затруднила видимость и дождливая погода. Мы отправили запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию, но получили лишь письменный ответ. Далее цитата. Есть график горения наружного освещения. Он изменяется каждый день в сторону увеличения продолжительности горения. То есть каждый день лампы загораются чуть раньше, а выключаются позже. Так, 30 сентября освещение в городе включилось в 20.20, а выключилось в 7.47. 1 октября лампы зажглись в 20.17, выключились в 7.48. Освещение в городе включается и выключается автоматически. Конец цитаты. На второй вопрос от нашей телекомпании о возможности более раннего включения городского освещения чиновники ответили так. По мере наступления темноты освещение уже включено. Но, судя по видео, предоставленному нашим телезрителям, мы в разных городах живем. Елена Суханова, новости на ТНТ. В Березняках стартовала горячая линия по пуску тепла. Сообщить о проблемах с отоплением можно в единую диспетчерскую службу по телефону 112. Специалисты единой диспетчерской службы готовы принимать жалобы горожан до тех, пор пока не решатся все проблемы, как на социальных объектах, так и в квартирах. Нет тепла, низкая температура в батареях – повод дать о себе знать. Но в ЕДДС отметили – пуск тепла в Березняках проходит нормально, звонков практически нет. Город согрет сначала бабьим летом, а теперь и центральным отоплением. В поисках правды жители переселяемых домов микрорайона называемого Дворянское гнездо решили взять вопрос решения своих проблем в собственные руки. Делегация из восьми инициативных березняковцев на днях побывала на приеме у председателя краевого правительства и у полномоченного по правам человека в Пермском крае. Мы хотим озвучить проблему о грубом, я считаю, нарушении прав человека, прав гражданина. Суть проблемы, чтобы ясно было, нам говорят, господа, вы уезжайте, выселяйтесь, денег вам не будет и жилья у вас тоже не будет. Напомню, на виртуальном приеме у помощника у полномоченного по правам человека вынужденные переселенцы договорились о личной встрече с главным правозащитником Пермского края Татьяной Марголиной. В минувший вторник березняковцы передали ей все документы, собранные за годы обивания порогов местной администрации. А чтобы, как говорится, убить сразу двух зайцев, встретились с краевым премьер-министром Геннадием Тушнолобовым. Но, как сообщили нам сегодня березняковские ходоки за правдой, диалог с председателем правительства был по меньшей мере необнадеживающим. Глава Пермского кабинета министров лишь порекомендовал обращаться в суд. Полную версию истории о поездке выше инстанции мы покажем в завтрашнем выпуске новостей. Уже спешат на помощь. Березняковские спасатели получили в свое распоряжение новый автомобиль марки «Форд Транзит», оснащенный самым современным оборудованием для спасения людей. Человек, даже лежащий на этом щите, он просто под воду не уйдет. Спасение людей в сложных погодных условиях стало намного проще. Современная иномарка позволит спасателям укладываться в правила «золотого часа» и намного быстрее прибывать на место происшествия. Принципиально изменилась и оснастка. Гидравлическое оборудование позволит извлечь пострадавшего из автомобиля, превратившегося в груду металла во время самого страшного ДТП. У нас вот новинка появилась. Я его сейчас доставать не буду, он далеко лежит. Там краткий, гидравлический. Он здесь далеко лежит. Очень удобная штука, у нас его такого не было еще. То есть это на расширение, может быть, какое-то поднятие большой тяжести. Тоже очень удобное. Новый автомобиль обошелся городскому бюджету в 5 миллионов 333 тысячи рублей. Прошел всевозможные испытания и уже завтра выйдет в первое боевое дежурство. В течение двух последних лет на территории края одновременно строились 5 ледовых арен. Крупномасштабная стройка развернулась и в соседнем Александровске. Буквально накануне руководство города и строители представили новый объект всем жителям. Современный спорткомплекс своими глазами увидела Екатерина Золотарева. Руководство и гости города немедлят сразу идут осматривать новый объект. Тренерские душевые для ребят, медицинский кабинет, отдельная модульная котельная. Новый спорткомплекс подрядчик сдал, что называется, под ключ. Это у нас вообще строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Первая очередь ледовый каток. Вторая очередь это многофункциональный спортзал, но это уже в будущем. Конечно, большую и основную часть комплекса занимает все-таки вот этот огромный каток с искусственным покрытием, который сегодня спешит опробовать местная хоккейная команда. Занимались мы раньше на открытом катке. Условия были такие, мы чистим каток, мы и занимаемся им. То есть редко чистили эти люди. Почти 20 лет на территории Александровского района не строилось ничего подобного. И сегодня у жителей настоящий праздник. Открытие этого катка не взяли 4 года. Трибуны забиты до отказа. И ощущение, что Александровцы мечтали посмотреть на эту ледовую арену, на которой для них сегодня выступали воспитанники школ фигурного катания из Соликамска и Перми. Такой проект удалось реализовать на территории района благодаря взаимодействию трех бюджетов – местного, краевого и федерального. Строительство спорткомплекса обошлось почти в 125 миллионов рублей. Символический ключ от ледовой арены теперь уже хозяевам вручал председатель правительства Пермского края. Причем сам встал на коньки и отметил, что для него покрытие немного твердовато. А в интервью поделился с нами планами на будущее. В Березняках сейчас проектируется ледовый дворец. Я думаю, что год-полтора там тоже откроем. В крайнем случае оборудование там уже куплено. Любой каток – это сегодня универсальный спортивный объект. Здесь занимаются и детские спортивные школы, и по хоккею, и по фигурному катанию. Причем фигурное катание разное. То есть и парное, и массовое сейчас очень популярно. Более того, после Олимпийских игр очень популярно, например, в Перми катание взрослых. Такой же объект недавно открылся и в Красновишерске. К завершению подходит стройка в Чайковском и Перми. Руководство края заверяет – у региона большое спортивное будущее. Эти площадки позволят не только возродить фигурное катание, больше времени будет и у юных хоккеистов для тренировок. А жители в любое время года смогут проводить здесь время с семьей, с пользой для здоровья. Обязательно вернутся в Александровск, чтобы покататься на коньках. Екатерина Золотарева и Лев Соборов. Новости на ТНТ. Отметили совершеннолетие. Детская юношеско-спортивная школа Олимпийского резерва по самбо и дзюдо исполнилось 18 лет. На день рождения школы съехались борцы со всего Верхнекамья. Поздравила именинницу и наша съемочная группа. Такой красивый спарринг организаторы устроили в честь 18-летия спортивной школы. Официальная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по самбо и дзюдо стала так называться 17 сентября 1996 года. Раньше она была просто секцией. Сколько соревнований видели стены этой школы за долгие годы и не сосчитать. Были и победы, и нокауты. Тимур, борец из Олимпийского резерва, признается, каждый бой как первый, но нужно всегда быть готовым ко всему и решительно настроиться на победу. Сначала подумал, что соперник был жестким, но потом, как только выиграл захват, сразу же бросил на япон и выиграл. А наказывается, был славный. Наверное, решительность спортсмена и есть одно из главных ключей к успеху. А пока Тимур ждет очередной встречи. Так называется бой у самбистов. К своему первому бою в этом соревновании готовятся и другие. Вот, к примеру, наш земляк Матвей Федоров. Настроен серьезно. За плечами не одна победа. У меня уже много медалей, много соревнований провел. В Соликанско ездил. И через ночь, как я схваток, будет моя схватка. Надеюсь на победу. Ну, не бояться ничего. И главное, удачи. Внимательно следили за каждым боем судьи. Кстати, выглядели они очень празднично. Все в рубашках и строгих костюмах. Правда, вот на ногах у них не красовались туфли. В обуви на матах находиться запрещено. Березняковский тренер Татьяна Журавлева призналась нам. Очень переживает за своих спортсменов. Вот за нашим, как-то по-особенному, наверное, болеете? Ну, конечно, болею. Во-первых, у нас и воспитанников разных тренеров. Здесь много. И каждый тренер болеет за своих. Всего на праздничные соревнования заявились почти 200 участников. Представители Перми, Кунгура, Краснокамска, Соликамска, Чусового, Лысьвы. Ну и, конечно, Березняков. В итоге семь медалей уехали в Пермь. Четыре отправились в поселок Палазна. По одной увезли спортсмены Кунгура, Чусового, Лысьвы и Соликамска. Лидером стали Березняки. В родном городе осталось сразу 17 наград. Одну из них взял и Матвей Федоров. Екатерина Федорова, Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Дарите тепло этой осенью своим близким с помощью нашего телепроекта. Хочу сказать, каждую среду в торговом центре ЦУМ наша съемочная группа принимает самые креативные приветы и необычные пожелания. А по четвергам телепослания отправляются вам, дорогие зрители. Кому повезло на этот раз, Татьяна Александрова готова рассказать. Первым участником в эту среду стала Галина Макрушина. Женщина решила еще раз напомнить своим самым близким людям, как они ей дороги. Я хочу пожелать своим родным и близким теплой погоды этой осенью. И передать большой привет своему сыну, невестке и внуку Никитке. Всего им самого лучшего. Следующая гостья нашего проекта. Хочу сказать свои приветы и самые искренние пожелания отправила не только родным. Особое внимание дама уделила своей управляющей компании. Хочу передать привет своим родным и близким. Сыну Павлу, Игорю, невесткам Ольге, Элле, всем внукам. Пусть учатся внуки хорошо, на пятерке, умными и хорошими людьми будут. А теперь еще хочу пожелать нашей управляющей компании, которая обслуживает дом Калинина-16, чтобы включили отопление. Последней, кто ступил на место нашей съемочной площадки, стала вот эта позитивная девушка. Пока мама гуляла по торговому центру, Настя решила передать привет своей любимой школе. Не забыла и про родных. Я хочу передать привет своей девятой гимназии и своему любимому классу девятому. А ребят, вы лучшие. Отдельные приветы маме и бабушке. Мам, я тебя очень люблю. И бабушку тоже очень люблю. Всех люблю. Что вы чувствуете, когда слышите с экрана добрые слова, адресованные вам, представляя, как бьется ваше сердце? Если бы, наверное, в мой адрес зазвучали приветы или, может, необычные пожелания, я бы, наверное, была просто в восторге. Дарите близким тепло этой осенью. Сделайте их немного счастливее. А помогут вам в следующую среду. В этом Татьяна Александрова, Сергей Александров. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждут прогноз погоды и новая серия проекта про авто. Обязательно посмотрите. А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего доброго и спасибо, что нас смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Нами светлее. Спонсор прогноза погоды – свадебное агентство «Адам и Ева». Шикарная, неповторимая тематическая свадьба. Приходите. Все будет так, как хотите вы. Челюскинцев 11. В Березняках 3 октября ожидается облачная погода временами осадки. Ночью температура воздуха составит плюс 1, плюс 3 градуса, а в дневные часы 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. В пятницу солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Распродажа систем отопления. Корейский газовый котел стоит 14 тысяч рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Металл, металл. Кругом металл. Компания Агрострой предлагает металлопрокат и профнастил по самым низким ценам. Березники, Советский проспект 6, Совикамск, Энергетиков 36. Люстери. Магазин люстр, эконом и премиум класса. При покупке от 2000 рублей сертификат на установку окна или натяжного потолка. Люстери. Торговый центр Чехов. Телефон 23 93 50. Задумались о свадьбе? Свадебное агентство Адам и Ева. Ваши желания и наши идеи просто созданы друг для друга. Пошив эксклюзивных платьев. Тематические свадьбы. Девишники и мальчишники. Здесь ваши идеи не только поддержат, но и воплотят. Адам и Ева. Челюскинцев 11. Адам и Ева.